Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о теплицах, как их подготовить к эксплуатации, как обогатить почву. Давайте об этом разбираться обо всем по парадку. Пробуждается природа, весна, мы спешим свои теплицы, парники. Ну, кто-то начинает сразу, скорее, готовить почву для посевов. Ну, а я начну с того, что буду готовить теплицу. Почему? Потому что в моей теплице осенью, как сидера, трос овес. Он был заделан в почву. Этот овес уже осенью, пока еще позволяла погода. По верху была посыпана доломитка. Зимой заносил снег в теплицу. Наш снег расстрелил эту доломитку, и доломитка, как видите, на поверхности ее почти не осталась. Она ушла в почву, то есть она раскислена нашу почву. Сейчас, как бы, у нее остались стены. Стены разные остались после зимы, конечно. И вот я буду мыть эти стены. Конечно, идеально помыть поликарбонат не удастся. Этой теплице уже вот 10 лет, и, как видите, уже поликарбонаты появились посредине, особенно на арках, уже появилась чернота. Она появилась изнутри. Уже этот поликарбонат отбыть невозможно. Ну, насколько возможно, настолько сделаю эту работу. А на следующий год просто-напросто заменю поликарбонат. Тем более, что меняется он легко и быстро. Ну, и опять, в следующие 10 лет я смогу жить спокойно до следующей замены поликарбоната. Конечно, если бы это была пленка, мне надо было бы мыть теплицу, пленки хватило бы мне где-то на 2-3 года. Ну, если бы стекло, стекло бы мне хватило 20-25 лет, пока бы не сгнили оконные рамы. А так стекло, конечно, более долговечный материал, чем тоже поликарбонат, и особенно пленка. Ну, что есть, то есть. Ну, к чем я буду мыть мой поликарбонат? Значит, здесь росли помидоры, поэтому вполне возможно, что на стенках остались споры фитофторы. Точно так же сюда могли залететь колорадские жуки, остались их яйца. Остались яйца каких-то других вредных насекомых, которые будут вредить моим культурам, в частности огурцам, которые будут расти на этом месте. Поэтому, что я буду, с чем я буду мыть мою теплицу? Значит, самое первое, конечно, с чем мыть все? Обычно, с самым стиральным порошком или мылом. Ну, стиральный порошок мне не надо, это агрессивная больная среда. Я возьму мыло, обыкновенное хозяйственное мыло, 100 мл в жидком виде на 10 литров воды. Ну, точно так же, чтобы убить споры болезней и яйца насекомых, я буду дезинфицировать мою теплицу. Чем я буду дезинфицировать? Это хлорамин, ну, в частности нас в Белоруссии, это препарат, который называется белизна. Средства для чистки, средства для мытья посуды и для прочего, это белизна. Поэтому белизну я также буду добавлять 100 мл на 10 литров воды. Перемешиваю, ну и после этого я буду мыть. Ну, конечно, в роликах многих видно, что берут губку и этой губкой как бы начинают мыть теплицу. Мы этим путем не пойдем. Почему? Потому что губкой можно промыть теплицу, ну, где-то на высоту своего роста, ну, максимум метр восемьдесят. Дальше вы не помоете. Я буду использовать щетку, которую моют легковые автомобили. Любители моют легковые автомобили такой щеткой, там очень мягкий ворс, он не повреждает покрытие, соответственно, он не будет повреждать поликарбонат. Ну, и тем более, им очень удобно выше своего роста достать этой щеткой и промыть теплицу. Я не буду сразу стремиться помыть всю теплицу. Почему? Потому что все-таки погода теплая, это весна, и теплица быстро подсыхает. Для того, чтобы не было разводов, не остались следы этих моих средств на поверхность теплицы, я буду сразу сопрыскивать, сразу промывать помытую секцию. Промыл и следующую секцию, промыл и следующую секцию. После того, как я промою теплицу, насколько возможно ее отмыть, я уже начну готовить почву. Ну, об этом чуть дальше. После того, как мы помыли теплицу, мы обеззаразили ее, сделали чистоту, красоту, парадок, мы приступим к обогащению почвы в теплицах. Почему это важно? Потому что в теплицах очень жарко, температура поднимается 35-40 градусов. Ну, соответственно, мы поливаем теплицы, поэтому у нас происходит очень быстрая минерализация органического вещества в почве. И если у нас в этом году прекрасный урожай, то на следующий год на такой же урожай мы рассчитывать уже не можем, потому что все минерализовалось. Если вот даже, вы знаете, как бы из урока биологии, что в тропических странах нет такого понятия, как гумус. Там есть тропические леса, они буйно растут, буйно цветут, падают листики, веточки на землю, все минерализуется, опять же сваятся растениями, круг повторяется. Стоит вырубить лес, на месте его получается пустыня, потому что гумуса нету, ничего не защищает почву. То же самое примерно происходит и в наших теплицах. Поэтому, чтобы иметь хороший урожай любой культуры, не важно помидоры, перцы или огурцы, почву в теплицах необходимо ежегодно удобрать органикой. Органика очень важна. Если вы будете удобрать почву только минеральными удобрениями, значит знайте, что через пару лет ваша почва станет клейкая, вязкая, плотная, и растения будут в ней просто задыхаться. Значит, у меня уже органика была, как бы есть органика в почве, это овес, который был заделан с осени, но это явно недостаточно, чтобы получить высокий урожай. Поэтому я буду использовать еще органические удобрения. Значит, у меня есть собственное производство вермикомпост, есть такие крупиночки, гранулки на нем, я буду использовать его. Почему вермикомпост лучше обычного перегноя? Если обычное перегное на такое ведро 10-литровое на 1 метр квадратный, то вермикомпост на такого ведра 10-литрового хватает на 2 метра квадратных. То есть он более экономичен в использовании, но эффект очень хороший. Что необходимо помнить по вермикомпосту? Если вы делаете вермикомпост на улице в своем компостнике, значит знайте, что хранить его также лучше на улице, потому что при перосушке или при сильном переувлажнении, при перосушке он теряет свои свойства плодородия, и он ничем не отличается от обычного перегноя, а при период увлажнения он что делает? Он просто-напросто плесневеет, и точно так же становится непригоден для использования растениями. Поэтому делается очень просто. Вермикомпост я заготавливаю с осени, ложу в кучу и накрываю полиэтиленовой пленкой, чтобы дождей его не мочили. До весны сохраняется нормальная влажность и нормальная жизнеспособность этого субстрата. Но для того, чтобы повысить эффективность нашего вермикомпоста, я использую циолин. С чем хороший циолин? Значит, это ионитная среда, ионитные гранулки, которые пропитаны органоминеральными удобрениями, в хелатной форме, то есть легко усвояемые растениями. Они что дадут? Они повысят где-то в два раза эффективность, точно так же, нашего вермикомпоста, который влечен в почву. Повысится усвояемость нашего вермикомпоста, повысится урожайность, растения станут более устойчивыми, более крепкими. Ну и также я понимаю, что только одной органикой не обойтись. Хотя есть преверженцы, что утверждают, что одной органике циолина это будет достаточно. Я буду также вносить еще минеральные удобрения. Ну доза минеральных удобрений, конечно, очень маленькая. Это 20-25 грамм на 1 метр квадратный. То есть столовая ложка с небольшим верхом на 1 метр квадратный. Только вот обращаю внимание, что если я буду вносить помидорные теплицы, а у меня их 2 теплицы, значит я буду вносить наше белорусское удобрение, где содержание вешеств 16-16-16. А вот в огуречной теплице я возьму тарасол. Почему возьму тарасол в огуречной теплице? Потому что там содержание питательных фишеств более маленькое, а огурцы не любят концентрации минеральных фишеств в почве. И в добавок там содержится кальций. Как бы это удобрение будет нейтрализовать почвенную кислотность. Сделав эти добавки в почву, я смогу рассчитывать на богатый урожай осенью. Если вы сделаете точно так же, вы удивитесь, какие вы получите прекрасные результаты. Ну а о дальнейших подкормках летом я буду рассказывать потом в своих роликах по разным культурам. Но пока сделаем такую основную заправку почвы и будем надеяться на богатый урожай, чего вам и желаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok